Путь сюда не так, чтобы сразу состоялся. Мы сначала, младший сын ходил на карате, но со временем поняли, что несколько иной требуется из спорта для него. Решили сначала с ним, потому что он все-таки по такой спортивной комплексе, так скажем. У нас трое детей. Ну и из-за его спортивной комплексы решили попробовать сначала сходить в ММА, как пробная тренировка, потом сходили на вольную борьбу. Ну, сын сказал, что я хочу ходить на вольную борьбу. Ну, естественно, для меня, как для главы семьи, желание детей – это, наверное, самое главное. Поэтому мы и стали ходить на вольную борьбу. После того, как сын сходил на вольную борьбу, он поделился своими впечатлениями с сестренкой и с старшим братом. Сразу у сестренки возникло желание, так скажем, тоже заниматься вольной борьбой. Пришла доча, поделилась своими эмоциями. Старшему сыну, старший сын, который больше гуманитарного склада, решил тоже заниматься. В итоге они все заразились этим видом спорта. Ну и все так и пошло. Ну и тем более, все-таки, наверное, что вольная борьба является олимпийским видом спорта. Это в том числе. Начали, значит, получается, с осени прошлого года. Первый турнир, так скажем, был внутри клуба. Его называли фестиваль. На этом турнире, насколько я понимаю, принимали участие в том числе дети с ММА и с греко-римской борьбы. То есть, по сути, три вида спорта были совмещены. Ну, мои дети заняли второе и третье место. Сразу, да. Ну, естественно, они загорелись еще больше. Она, я думаю, развивает весь комплекс мышц. Пластика, гимнастика, силовые. То есть, это абсолютно полное укрепление организма и тела. Здесь я хочу отметить, что преподавательский состав очень такой, ну, я бы сказал правильно, профессиональный подход в воспитании, развитии детей и обязательно соблюдается водный режим. То есть, после определенного комплексного упражнения в рамках тренировки, они обязательно делают перерыв отдыха и, соответственно, принимают воду. В том числе и алтайский источник и вот содовая вода, по крайней мере. У нас зал очень хороший, потому что все-таки я в свое время занимался спортом. Дети, и вот Макар ходил мне в это время тренировки. Он очень просторный. Здесь, соответственно, легкий воздух. Здесь максимально, насколько я в своих пониманиях ощущаю, так скажем, требования к залу, то я понимаю, что здесь максимально обеспечена именно безопасность занятий ребенка. Ну, и, соответственно, насыщение с точки зрения, как и олимпийский вид спорта, вольная борьба и ММА, да, который сейчас является одним из прогрессирующих видов спорта, то, соответственно, здесь созданы все условия для того, чтобы полноценно заниматься и развиваться. Раньше я не, так скажем, понимал данный вид спорта. Ну, борьба, да, борьба. Но когда вот мой сын пошел на вольную борьбу, потом дочка и старший сын, я стал заниматься, смотреть ролики в том числе, потому что тренеры рекомендовали детям в том числе смотреть. И в процессе, так скажем, чем больше познаешь данный вид спорта, тем понимаешь, какой он красивый с точки зрения техники выполнения, какие там броски, зажимы, уходы. Ну, просто реально красивый эксперт. Вольная борьба – это поединок между двумя соперниками, которые, используя разные приемы, броски, подсечки, разрешенные проходы в ноги, пытаются один другого положить либо на лопатки, туши называется, либо обогнать по баллам преимущество. Заработает это в 10 баллов преимущество. 10-0, 12-2, но оторваться. Во сколько лет? Раньше было принято, что борьбу набирает с 9-10 лет. Сейчас лучше, чем раньше, тем лучше. Это где-то, вот смотрите, в 7 лет. Вот в 7 лет можно уже в человеке, грубо говоря, в ребенке развивать скоростно-силовые качества. Рекомендуется уже. До 7 лет укрепляется опорно-двигательный аппарат в основном, без ускорения, без всяких. А вот именно с 7 лет рекомендуется уже укреплять. С 7 до 10 лет рекомендуется уже укреплять, получается, тренировать скоростно-силовые качества в человеке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова